Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шлафаст. Смотрите в этом выпуске. Самарские вузы подводят итоги приемной кампании. Средний балл поступления по результатам ЕГЭ вырос в среднем от 6 до 12 пунктов. Какие шаги необходимы для того, чтобы не просто удержать, но и улучшить показатели? Об этом шла речь на встрече преподавателей с губернатором. Олег Зверев выслушал мнение. Итоги приемной кампании говорят, учиться в Самаре стало престижнее. В этом году началось объединение технического университета с архитектурно-строительным. Средний балл поступления по результатам ЕГЭ составил более 65. Статус объединенного вуза опорный, и это о многом говорит. Удачно сложилось, что нам удалось сразу в первом заходе войти в опорные. Вы знаете, что еще раз хочу сказать, всего там 12 вузов страны, и больше пока, больше конкурсы не объявлялись. Не объявлялись. И более того, сейчас будем смотреть, как новый министр к этому еще отнесется. Опорные вузы пользуются повышенным вниманием государства, и их финансовая поддержка значительно выше. Но в ближайшие годы они должны будут подтвердить, что эти затраты не впустую. А чтобы доказать свою эффективность на перспективу, в регионе необходимо отладить систему отбора талантливой молодежи. Среди тех, кто подал документы к нам в вуз, более 600 человек участвовали в Олимпиадах. То есть это люди, которые имеют тягу к интеллектуальной деятельности, хотят соревноваться и имеют достойные звания. Победителей мы приняли троих. Трое победителей это хорошо, но, к примеру, в университет имени Королева пришло 17 медалистов Олимпиад. А в Новосибирский университет победителей пришло больше 60. Чтобы и в САМГТУ было столько же, в Самаре в этом году начинает работу Центр одаренных детей. То, что собственных платонов у нас немало, видно из большого числа научных разработок и инновационных программ. Вот одна из них. На создание высокоэффективных катализаторов губернской премии в области науки и техники присуждена группе ученых САМГТУ. Руководитель профессор Андрей Пимерзин. Спасибо за ваше внимание и финансовую поддержку научных работ, которые выполняют не только в нашем университете, но и во всех вузах Самарской области. Мы вместе с коллегами, принимая эту награду, расцениваем ее как высокую оценку нашего труда и всех ученых, объединенного теперь Самарского государственного технического университета. А чтобы проекты самарских ученых получили зеленый свет на самом высоком уровне, региону необходимо более весомое представительство федеральных органах власти, сформировать которое самарцы смогут на выборах 18 сентября. Олег Зверев, Максим Гусев, События. 430 лет отметит Самара в следующие выходные, 10 и 11 сентября. Масштабный праздник пройдет на набережной площади Куйбышева. В программе показательные выступления парашютистов и пилотажных групп. Интерактивные выставки, тематические площадки, концерт самарских и федеральных коллективов, который завершится фейерверком. Подготовка ко дню города стала главной темой на совещании в департаменте ЖКХ. Организаторы ожидают на празднике порядка 80 тысяч гостей. Чтобы все они без проблем смогли уехать домой, дано поручение продлить работу общественного транспорта. Наша задача обеспечить этот праздник для того, чтобы он прошел без издержек. Поэтому я сразу нацеливаю все, без исключения руководители работают в эти два дня. Осторожно на дороге могут быть дети. В Самаре обновляют дорожную разметку. В первую очередь на пешеходных переходах, которые находятся рядом со школами. Андрей Горгуленко увидел технологический процесс. На участке улицы Советской армии около школы номер 46 появилась специальная дополнительная разметка. Она дублирует дорожный знак «Осторожно, дети». Теперь родители учеников могут быть спокойнее и увереннее выходить на пешеходный переход. В начало учебного года очень важно организовать безопасность дорожного движения, особенно около школ, чтобы наши маленькие детки могли спокойно переходить дорогу. И чтобы все водители видели и знали, что здесь особый участок. Рабочие делают все вручную. Сначала наклеивают линии трафарета, затем наносят специальный холодный пластик и равномерно распределяют его по рисунку. После чего посыпают специальными светоотражающими шариками. Они позволяют видеть разметку и в темное время суток. Всего в Самаре в непосредственной близости к дороге находятся 158 образовательных учреждений. На данный момент у большинства школы работы уже выполнены. В настоящее время разметки осталось нанести только у 30. Это те образовательные учреждения, на улице дорожной лице которых, прилегающей, производился ремонт большими картами. То есть работы подрядчик по ремонту дороги завершает. И сразу после него выходит подрядчик по нанесению линии дорожной разметки. До первого сентября объемы все эти будут выполнены. Водители о дороге близ школы предупреждены. А потому дорога к знаниям у учеников становится безопасней. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Больше вопросов, меньше времени. К первому сентября готовятся и ученики автошкол. С осени вступает в силу новый регламент сдачи экзамена по правилам дорожного движения. Изменения коснутся всех трех частей, из которых состоит испытание. Что изменилось, выясняла Олеся Корецкая. Водить машину студент Максим Козиков научился давно. Дождался совершеннолетия и готовится сдать на права. На площадке отрабатывает новые элементы. Готовится к экзамену во второй половине сентября. По новому регламенту. То же самое, только два упражнения новых прибавили и все. Нет, не волнуйтесь. Одна из причин, почему меняют правила сдачи экзамена. Растущая интенсивность движения и загруженность на дорогах. Нужно учиться ездить в условиях, когда все вокруг занято машинами. По новому регламенту экзамен по правилам дорожного движения становится более конкретизированным. Например, при сдаче навыков практического вождения кандидат водителя должен уложиться в определенное время. А также не нарушить отведенные расстояния между элементами площадки и машиной. Теоретическую часть разделили на тематические блоки. Одна ошибка и курсант получит пять дополнительных вопросов. Добавились новые элементы в практическую часть. Вместе со змейкой и разворотом в ограниченном пространстве нужно будет сдать поворот на 90 градусов. Сама змейка стала проще. На все элементы отводится конкретное время – от 30 секунд до 10 минут в зависимости от категории. Во время езды по городу экзамен будет фиксироваться на видеорегистратор. Ошибки разделили на грубые, средние и мелкие. На площадке уже оборудованы новые элементы. Их отрабатывают и новички, и те, кому экзамен сдавать до сентября. После первого числа обучение начнется по новому регламенту. Это, конечно, нанесет определенный отпечаток на обучение и на сдачу. Но ничего такого, скажем, сверхъестественного вот этот регламент не вносит. Сложнее придется тем, кто обучался по старым правилам и не сдаст экзамен в августе. Им придется пересдавать уже в сентябре, с учетом всех нововведений. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Далее коротко о других темах дня. Двухэтажный поезд на маршруте Москва-Самара отменили. Вагоны поезда отозвали из эксплуатации в соответствии с предписанием Ространснадзора, так как ранее было зафиксировано несколько случаев саморасцепов. Двухэтажные поезда временно заменят одноэтажными вагонами аналогичного класса. А все пассажиры, уже купившие билеты, будут обеспечены посадочными местами. В случае отказа от поездки пассажиры смогут оформить возврат билетов в кассах. Деньги за неиспользованные билеты вернут полностью. Самарцам придется еще несколько недель подождать снятие ограничения движения по Московскому шоссе. Открыть участок в районе пересечения с улицы Георгия Димитрова планируется не ранее 18 сентября. До этого сообщалось, что это произойдет к началу учебного года. Напомним, завершить реконструкцию Московского шоссе планируют в 2017 году. Сейчас дорожные рабочие ведут строительство двух многоуровневых развязок тонального типа на пересечении магистрали с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Суд признал банкротом бывшего поставщика автоваза завод «Автовазагрегат». Ранее в отношении гендиректора предприятия и его заместителя были возбуждены уголовные дела по фактам сокрытия средств. «Автовазагрегат» поставлял автовазу более 400 наименований комплектующих. В июле 2015 года для рабочих, занятых на производстве, был объявлен режим простоя по вине работодателя с выплатой 2 трети от зарплаты. Деньги рабочим стали выплачиваться только после вмешательства областных властей. На данный момент долг предприятия перед его сотрудниками составляет 34 миллиона рублей. На Красноглинском шоссе восстановят остановку общественного транспорта. Это намерены сделать к 10 сентября. Павильон был демонтирован из-за ремонта дороги. Работы завершились, а остановку так и не вернули на место. В ближайшую неделю это должны исправить. Гореотец стал фигурантом уголовного дела. Жигулевский 33-летний мужчина после развода, проживающий с сыном, долгое время нигде не работал. Пил, не давал деньги ребенку на одежду и еду, а также регулярно его избивал. Сигнал в полицию поступил от органов опеки. В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас мальчик находится под присмотром бабушки. Валенки ручной работы и целебный таежный мед. На выставку «Благословенная Самара» свою продукцию представили монастыри со всей страны. О том, что ждет гостей экспозиции, репортаж Алины Чемерес. Не подшиты старенькие – это не про них. Здесь валенки модные, стильные и с узорами. Владимир Сергеев приехал на выставку из Чувашии. Валяние валенок – дело семейное. Говорит, этой обуви из натуральной шерсти не страшен никакой мороз. Если правильно ухаживать, прослужит минимум 10 лет. Главное, чтобы моль не поела. «Ничего теплее в мире валенок не придумали еще. Все нанотехнологии, они все закрытого типа, они все создают конденсат, то есть нога потеет. Валенки же нога дышит, поэтому она и не мерзнет». На выставке «Благословенная Самара» 170 участников со всей страны. Есть даже гости из Афона и Иерусалима. Здесь продукции напрямую от производителя. Иконы и шкатулки ручной работы, ювелирные изделия, узорные турки, уникальные масла и кремы, льняная одежда, горный и таежный мед. «Много других направлений, продуктовых и промышленных, которые производятся монастырскими подворьями со всей территории нашей большой страны. Здесь все эти вещи – это уникальные продукты, которые невозможно приобрести в повседневном мире ни в супермаркетах, ни в магазинах, ни в интернете». «Выставка еще включает в себя обширнейшую деловую программу. Прекрасные вечера духовной музыки, вечера поэзии, встречи с писателями, поэтами. Поэтому она привлекает внимание большого количества людей, взрослых, родителей, детей. Поэтому эта выставка очень интересна в этом плане». Духовная литература, лекции психологов, образовательные семинары и тренинги – программа «Насыщенная». В этом году выставка посвящена вопросам семьи и материнства. «Данная выставка посвящена заботе материнства и детства. Это очень благодатная тема. Это тема, которая волнует каждого. Где бы он ни работал, какую бы профессию он ни занимал, семья и дети – это вечные семейные ценности». Приобрести диковинные товары со всей страны и прикоснуться к духовному искусству жители смогут до 31 августа. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. На старт, внимание, марш. В Самаре проходят городские паралимпийские игры. Девять команд проходят отборочный этап. Лучшие будут представлять Самару на областных соревнованиях. Мариана Мирная отправилась поболеть за спортсменов. Бег на 100 метров, плавание, метание ядра и прыжки в длину. Слепота – не повод ограничивать себя в спорте, уверена спортсменка Татьяна Лебедева. Несколько лет подряд девушка участвует в городских паралимпийских играх. С успехом проходят отборочные этапы, представляет Самару на областных соревнованиях. Общение, потому что тут участвует весь город и мы общаемся. Так где-то встретятся, все люди работают, а так мы сейчас встречаемся. Когда-то мы учились с кем-то в школе и сейчас вот два дня есть время пообщаться. В паралимпийских играх принимает участие девять команд из каждого района Самары. Представляют все виды спорта. Дартс, шашки, армрестлинг, пулевая стрельба, легкая атлетика. Это одно из немногих мероприятий спортивных для инвалидов, которые проводятся в городе Самара. Оно является отборочным соревнованием на областные соревнования, которые будут в сентябре. Традиционно наша команда занимает высокие места и, надеюсь, этот год тоже не будет исключением. Спортсмены с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата проявляют чудеса силы воли и мастерства. Некоторые из них даже входят в сборную России. Развитие паралимпийского движения стало возможным благодаря поддержке городских властей. Мы готовим будущее наших спортсменов. Я считаю, что то, что мы делаем в городе, сделано очень хорошо. На такой площадке предусмотрены все виды спорта, которые предусмотрены в областной организации. И самое главное, мы объединяем людей с разным видом инвалидности. Победители отборочного этапа сформируют две команды, которые отправятся на областные соревнования 3 сентября. Ежегодно самарцы занимают лидирующие места практически во всех дисциплинах и привозят домой награды. Кубок чемпиона, за волю к победе, мисс Спартакиада, самый выдающийся результат, самый молодой участник и самый пожилой участник. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Разбирательство по громкому делу. В Самаре начался судебный процесс над отчимом, которого обвиняют в жестоком убийстве ребенка. Больше 130 человек в сутки. Травматологи больницы Симашко подводят итоги летнего сезона. Домой с морем впечатлений. Юные самарцы вернулись после отдыха в Крыму. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!